Святой Благословен Господь, Он наш, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твоя, да будет воля Твоя на земле, как на миле. Хлеб наш, осущный, дай нам на сей день, проси нам долги наши, как не мы прощаем должника наши, не веди в искушение, не спать на пекару. Твое есть Царство и Сила и Слава. Вовеки. Аминь. Свят, свят, свят Господь, Бог, все получше. Аминь. Аминь! Свят, слава, 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 слава. Благодарю тебя за ту честь сегодня быть своими братьями и сестрами. Ты нас собрал, своих сыновей и дочерей, Божий, добрый Отец, любящий, как птица своих птенцов под кровью. Ты собираешься, благослови нас, благослови деток своих, благослови народ свой миром. Посети виноградник сей, великий виноградный и благослови виноградский. Благослови народ свой миром. Боже, здесь на берегах и вы прославься. Тогда, Господь, 300 лет назад, Ты пложил сердце Петру Алексеевичу. Боже, здесь город строить, столицу созидать. Боже, и не просто окно в цивилизацию, нет, Боже, Боже, здесь Твои окна, небо, Боже, здесь земля, тут царь, император над всеми императорами, царь над всеми царями, Бог над всеми богами. Боже, и этот город за три столетия, и горе, и слез, и позора, и славы, и величия, и побед, Боже святой. И все это пред Твоим лицом, и позор нашей, и славы нашей, все пред Твоим лицом, Господь. Но пусть сегодняшним днем, Господь, прославится Твое имя в этом городе. Боже, Боже, пусть Господь действительно прославится Твое имя святое. Боже, Боже, благодарю Тебя за ночей сегодня благословляйся в градусах, благословляй народ Твой. Здесь, в этом, Господь, благослови Господь сегодня, который отец Своим Словом, Своим Духом, потому что то, что тогда два тысячелетия говорилось, что сейчас говорится, это не просто слова, а дуб и жизнь. И пусть, Господь, Слово Твое живое и действенное нас оживотворяет, и действует в нас, верующих, и через нас в этом мире. Во славу Твою, Господь, для славы Твоей. Благослови, Господь, всех нас. Боже, Ты знал нас и любил нас от самого начала, даже тогда, когда наши мамы еще не знали, беременны они или не беременны. Ты знал нас совершенно. Прежде чем мы вышли из угробы наших матерей, родились, появились в этот свет, вздохнули первый раз, Ты уже любил нас и благословлял, и пророчил нам доброе и хорошее. Боже, я благодарен Тебе, что в нашей жизни земной судьба Божества здесь, в моем присутствующем Божества, Твоя воля осуществляется. Боже, а воля врага, воля лукавого, поздравляет. Боже, благословен Тебя, великий и святой я. Благословен, Иоанн, Благословен Бог наш. И хочу вот так же в этом присутствии всемогущего нашего Отца, нашего Папы Небесного Прочесть слова некоторые из писаний, из посланий к официантам с пятой главы. С самого начала, если можно, вы видите на монитор даже, можете с закрытыми глазами просто слушать меня, можете смотреть просто по тексту. На мониторе будет Синодальный перевод. Я буду читать немного в новом переводе, современном переводе российского и английского общества. Послание к официантам пятой главы. И, дамы и господа, братья и сестры, это не только послание теми официантам в древнем. Это послание сегодня и нам, и петербуржцам, и всем здесь собравшимся. Потому как это послание Духом Святым было продиктовано действительно на века. И вот в пятом этом разделе говорится «Старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. Живите в любви, точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас свою жизнь, как жертвенное приношение Богу». «Старайтесь походить на Тебя». Боже, благодарю Тебя, что мои дети не терпимые, не какие-то еще иные, а любимые. И даже самый добрый отец или самая добрая мать, даже самый добрый родитель по сравнению с Тобой, благим, добрым отцом, злой. Потому что никто не добр, так, как Ты добр. Никто не благ, как Ты Бог благ. Спасибо. Благостави Господь нас. И пусть никто из нас, никогда из верующих, не засомневается никогда, нисколечко, в Твоей любви и в том, что мы любимы Тобой. Спасибо Тебе, Боже Всепогущий. Благостави народ с вами миром. Аминь. И я благоставляю всех моих братьев и сестер, которые собравшиеся весьма от моего лица, а также благоставляю сегодняшним днем в этот праздник Шабулот и Десятница. Боже, когда Ты даровал Тору, даровал нам заповеди, и даровал нам Слово Своё, 3330 лет тому назад Ты совершил это великое чудо там на горе, после нашего выхода из рабского позора, Боже, но и в этот же самый день спасибо Боже. Два тысячи лет назад Ты совершил чудо, послал Духа Святого своего, и Руаха Кадош, Дух Святой, сошёл на церковь, на Твою святую церковь, которые столкни утверждили истинно. Благослови, благослови. Да благослови Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе и даст Тебя, и Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сущий на небесах Благослови народ свой миром Благослови Санкт-Петербург Благослови Господь здесь на берегах Невы Своим Духом святым народ Всех любящих Тебя, Тебя боящихся Верующих Разных церквей, разных конфессий, номинаций Разных наименований Но Боже, весь народ, во всех детей своих Сыновей и ночерей Бог благословляй И пусть Господь здесь, в этом граде Божьем Свершается чудо Реформация Реформация Завершается и завершилась таки Деформация Начало Реформация Восстановление Покаяние Возрождение Исправление Созидание Было время Разбрасывания Камней Время Ныне Восстановление Восстановление Спасибо Господь Святой Благослови Ответ И пусть Благодать Нашего Господа Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение святого Будет слава Благослови Друзья Братья И сестры Спасибо Благослови Благослови Однажды Великий Реформатор Мартин Лютер Немецкий Великий Реформатор Он говорил Тогда 500 лет назад Поднимая Знамя Реформации Одно из его Удивительнейших Таких Восказываний Для дьяволов Ничего не страшнее Чем Поющий Христианин Там В контексте Этой Проповеди То есть Имелось Воспевающий Господу Богу Поющий Богу Христианин И Когда Братья Наши Там В деяниях Описывается Однажды Были арестованы Двое Из них Были арестованы Избиты Опозорены Их ждал Суд Там Позор Возможная Смерть Даже Они были Как преступники Вместе с уголовниками Были Там В тюрьме В темнице И Павел и Сила Они Даже ночью Они воспевали Богу Они пели Богу Они воспевали Господу И Свершилось чудо Вот те Уголовники Вот те люди Разные Преступники Я так понимаю Что Большинство там Находящихся Людей Были Правильно Там находили Собственно Это наши братья Оказались За слово Божье А так Остальные Сидели За дело Я так понимаю Большая часть Из них По крайней мере Я так понимаю И знаете Но эти люди Наверняка Там были Какие-то там Воры Убийцы Я не знаю Кто еще был Насильники То есть Разные преступники Мир Мало что Меняется В мире Человек Он и есть человек Но знаете Эти все люди Они слушали Наших братьев Они слушали Блаженно Тех Кто слушает Верующих На самом деле Прислушиваются К тому Что верующие Поют Говорят Потому что Это не пустой звук Это было действительно Чудом от Бога И когда земля Потряслась То не только У наших братьев Колодки эти спали Оковы эти спали И не только Темницы Камеры Где братья сидели Наши Открылись Но и у тех Кто слушал их Тоже темницы Открылись И тоже Колодки эти спали Они были Свободны Это такой Очень хороший Образ Вот немецкий Реформатор Мартин Лютер Как раз И говорил Что хороший образ Что мы славим Бога И даже если Кто-то И может И не верует Или Иначе верует Или вообще Как бы на пути Так вот еще Присматривается Но если Человек слушает Прислушивается Знаете Бог Дух Святой Действует И сегодня Даже если В собрании Были разные люди И пришлись Сегодня тоже Разные люди И в этой части Где прославлялся Сейчас В песне Бог И вот сейчас Будет И вот Наступило время Слова Литургии Слова Мне очень нравится Выражение Литургии Слова И даже если Вы лишь Прислушиваетесь Благо вам И Бог Благословит вас Очень сильно Потому как Бог Очень любит Всех нас И действительно Не то чтобы За что За все За все Он просто любит Нас Он такой И Я Отец Шестерых детей У нас Бог нам дал Родить Трех мальчиков Трех девочек Вот Внук Уже растет Уже да Пока один только Внук у нас Вот как бы Я очень Богу Благодарен за это И знаете Мы любим наших детей Внуков Да Но Я так понимаю Что Бог Любит несравненно Больше Так как мы Родители Мамы, папы Дедушки, бабушки Не в состоянии Даже полюбить Даже представить себе Вообразить Не в состоянии Как он любит нас всех Всех Спасибо ему за все А другой великий Немецкий Ой Уже Извиняюсь Немецкий Другой реформатор Тоже кстати Мартин Лютер Только Кинг Черный реформатор Тот белый В старом свете Это в новом свете Уже был черный реформатор Такой да был Брат наш Во Христе Он баптийский Проповедник Пастор был в церкви В Джорджии В Атланте Я был в его церкви Вот Ну конечно Я не слышал его живьем Да Но Я слышал его голос В его церкви Когда нет собраний Всегда включают Запись Его проповедей И такое ощущение Там сидишь Молишься Как будто Марта там Сейчас проповедует Его голос Этот его тембр Такой незабываемый Просто потрясающий Я очень люблю Когда черные поют И когда В конце проповедей Потом начинал петь Ой Мне очень нравится Не знаю И Один из гимнов Один из гимнов Который написал Тогда Мартин Лютер Кинг Он стал Одним из гимнов Пробуждения Тогда В 60-е И 70-е Потом уже годы Один из гимнов Пробуждения Движения святости И один из гимнов Мы поем у себя В церкви И там Даже не один Но этот гимн Я очень люблю И там слова Такие На русском языке Звучит так Силою от Бога Верою от Бога Мы преодолеем Все О, в сердце моем Вера сильна С Ним преодолеем Все Иисус Господь наш Иисус Господь наш С Ним преодолеем Все О, в сердце твоем Вера сильна С Ним преодолеем Все Аплодисменты Великому Богу И ни в ком Другом Нет спасения Дамы и господа Братья и сестры И в наш век Когда космические корабли Бороздят просторы Вселенной По-прежнему Мы эту веру Апостольскую Веру христианскую Провозглашаем Что действительно Нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым Идлежало бы Нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Имя Иисуса Христа Спасителя Господа Провозглашаем Спасибо Богу За все Боже Благостави нас И сегодняшним днем Учи нас Учитель Небесный И тебе все славы Аминь И в пользу Случаем Конечно Передаю привет От своей семьи Я приехал один Я в общем-то Чаще всего Вот один приезжаю Хотя в Питере Я проповедовал Как-то был Вместе Супруг не смогла быть Опять-таки Но были мои старшие дети Я брал Четверых своих Старших детей Вот И с ними Выбрался в Петербург Помню К Михаилу Котову Очень люблю его Вот значит Здесь в Питере Много церквей Очень разных церквей Разных конфессий Я был здесь Ну наверное У всех существующих Здесь конфессий Вообще в Петербурге Разных Мыслимых Немыслимых Познакомился за эти годы Со всеми Наверное Более или менее И большими Малыми собраниями Домашними Такими уютными И такими Такими Большими Соборными Знаете Или разные собрания Но каждое собрание Знаете Не важно Оно Собирается ли Очень так скромно Или так вот Помпезно Кафедрально Главное Что во имя Христа Иисуса Что он Сам Христос Основание И он фундамент И он посреди Потому как Удивительная история Друзья Когда Мы верующие Живем С верой в Господа Когда Мы принимаем Христа В сердце свое И он живет В нас Верующих Это самое великое Таинство Самая Великая Тайна Но Дальше Таинство Разбивается Как знаете Вот Цветы Да Сейчас время Здесь На севере Немного Все как-то так Странно Позже Весна Сюда приходит К вам Заглядывает Но как бы В этом есть своя прелесть Конечно В северной красоте Но знаете Здесь все еще Так вот Еще цветет Так интересно Где-то уже Цвело Безусловно на юге Но здесь уже Все еще цветет Но знаете Друзья Вот так же Все развивается И вот эта благодать Она усиливается Умножается В познании Господа Иисуса Христа И знаете Удивительное умножение Какое Когда в судьбе Верующего Человек Это одно Ну вот о чем говорил Как раз пастор Сегодня Есть таинство Церкви Есть тайна Церкви Даже если двое Или трое Уже во имя Христа Начинается Какой-то процесс Запускается Какой-то Удивительный механизм Какого-то таинства Удивительнейшего таинства Это таинство Церковь Церковь Бога Жива Столб и утверждение Истины Столб и утверждение Правды Божьей И действительно Вот в словах Уже процитированных Матфея 16-18 Говорится Я создам Церковь мою Да И врата ада В переводчике Синодальной написали Не Как там написано Не одолеют Но буквально Я рекомендую На ваши компьютеры Там гаджеты Скачайте С номерами Стронга Библию Не пожалеете Знаете Это очень увлекательное Чтение Оригинального Вот этих вот Оригинальных этих Слов Кстати здесь В Ленинграде Ну уже покойный Правда уже Был такой Архимандрит Иануарий Значит В том В прошлом году Он ушел в вечность Очень Я помню Тогда Еще молодым Человеком Я был Восхищен Его беседами Его проповедями Здесь Вот как раз В Александровневской лавре Вот это было В 88 году Я начинал Своё служение Тогда Дякон Ипотякон Значит И Я приезжал сюда Значит Хотя я учился В Москве Но приезжал В Ленинград С удовольствием Великим Я вообще Ленинград Для меня был Меккой Просто-напросто Не знаю как Потому что Я художник По своей специальности Доцерковный Вот Поэтому Ну представляете Для любого художника В Советском Союзе Ленинград Это просто Ну Луч света Вот И В общем-то Я приезжал сюда Постоянно Но До 88 До 87 Приезжал сюда Я как Художник Больше А Уже с 87 И 88 Годов Уже как Священный Ну Священный Церковный Служитель Чтец Ипотиаком Потом уже Священником В 91 Году Уже как Священник Приезжал сюда В Ленинград Ну Уже Ну да Как раз Переименовался Как раз Он снова Возвращал Старое наименование Санкт-Петербург Снова Так чудно было Так интересно Все было Вот Вот Да Дамы и господа Так вот И как раз Вот От Уже покойного Да Уже Януария Архимандрита Слышал Удивительные Вот эти слова Я тогда Заинтересовался Он очень хорошо Писание знал И вот Мне очень нравилось Как он объяснял Вот Переводчики Многие вещи На самом деле Переводили И сейчас Переводят Политкорректно Порой переводят В угоду Своим Конфессиональным Каким-то убеждениям Или же Как политический заказ Существует определенное Тоже Некоторые вещи Не принято переводить Вот как оно есть На самом деле В писании Разные есть Такие проблемы Но Не всегда Это Неправильный перевод Не всегда Это Неграмотность Переводчиков Часто это бывает По таким Разным причинам Другим Но Вот буквально Текст Януария Это утверждал Он прямо Это сказал тогда 87-88 Год как раз Что Правильный Перевести Правильный Перевести буквально Что я создам Церковь Или я создаю Уже Буквально Мою церковь И Врата ада Не устоят Перед ней Не устоят Перед ней Знаете Это Действительно Чудо Получается Церковь Это не Оборонительное Оружие Какое-то А наступательное Совсем Другая тактика Совсем Другой взгляд Тогда на церковь Божью Удивительно Просто Синодальные переводы Многие другие переводы Они делались тогда Когда Ну Общая политика Церковная Была такая Оборонительная И многие христиане Рассуждали Больше так вот Ну Не должны Быть бы живы Как бы И больше Смотрели На духовные Сражения Как на Окопную Войну Какую-то Знаете ли Вот Мы дьявола Он Он нас Мы его Или как бы Рисуют Картинки Такие Знаете Там Христос С одной С одной На руках Видели Я много раз Такие Видел Картинку Моих друзей И вконтакте И на фейсбуке А с другой стороны Дьявол Такой чертик Такой с рожками Дерется И вроде Как бы Такая Ильянь Получается Христианская Вроде Они одинаковые Вроде Оба сильно Такие Жилистые Такие Мышца И у того Крепка И у того Крепка Мышца Ну как бы И непонятно У кого там Будет Победа Но на самом То деле Это такое Ну Больше такое Как говорят Прикольное Изображение На самом деле Совсем другое Ну это Все колдуны Этого мира Вот В Египте Они не смогли Даже Мошек Этих Вызвать А Когда Их на ковер Вызвал Фараон Тогда То они Этому пару Сказали Следующее Что это Перст Бога Богу Даже не надо было Руку опускать Свой на Египет Чтобы остановить Это безумие А просто Палец Останавливать Вот так вот Одним пальцем И Весь Окультный мир Не смог Этот палец Бога Всемогущего Даже сдвинуть С места Это Перст Бога Все Спасибо тебе Господь И Действительно Церковь Бога Жимага Это Не просто Как бы Одна Из многих Сил В этом Сильном Многосильном Мире Это не просто Одна из Политических Партий Одна из Религий Одно Из Многих Направлений Мысли Философской Нет Дамы Господа Братья Сестры Многие Это Прекрасно Понимают А кто Не понимает Еще Поймите Пожалуйста Примите Сведения Что Церковь Бога Жимага Это Действительно Единственная Сила Иисус Когда Ушел С этого Мира В физическом Тебе Своем Вознесся Вознесение Праздновалось Именно Он Сказал Я С вами Во все Дни До Скончания Века А перед тем Он сказал Что Да нам Небет Вся власть На небе И на земле Сегодня Особенный день На самом деле Хотя В традиции Православной Нашей Принято Чуть позже Через недельку Отмечать Пятидесятницу Мы даже Назрам Обычно Троицы Еще в народе Но по Библейскому Календарю Сегодня Этот праздник По библейскому Исчислению Сегодня Сегодня 6 число Месяца Третьего месяца Лунного календаря Если считать От нашего Выхода из рабства Потому что В полнолуни Ниссана Бог вывел нас Из Египта Или же Авива По другому Месяцу Называется Или просто Первый месяц Мы его называем Ну Ниссан Для автолюбителей Это хорошие машины Не на правах И главный Пусть Ниссан Не приплачивает Я ему уже Докурик вам уже Сделал Ну ладно Я не знаю Что на японском Кстати Так и не поинтересовался Что же на японском Это означает Но у нас Это Пасха Для нас Это Так что Всех автолюбителей Владельцев Ниссана Поздравляю У вас Пасхальные машинки Пасхальные машины Ну нет Потому что Ниссан Это Это Пасха Это выход Выход из рабства Это Да Месяц первый И вот Начало третьего месяца Уже Шестой день Третьего месяца И седьмой Для нас Это Особенные святые дни Это Господний праздник У Бога Сегодня праздник Так что Поздравляем тебя Господь Сегодня Нет больше радости И для земного Отца И матери Для земного родителя Или духовного родителя Чем Видеть Детей своих Неходящих В истине Нет больше горести Даже если Все остальное Есть и хорошо И для нашего Небесного Отца Наипаче Дамы и господа Братья и сестры Братья и сестрички Действительно Для нашего Небесного Отца Наипаче Нет больше Горести И страданий Чем Видеть Детей своих Знаете ли Грязных Немытых Отпадших Но даже если Возле свиного Корыта Душа Человека Как того Помните Сына Ставшего бомжом В чужой стороне Прогулявшего Все Блудный сын Мы его называем Хотя это притча По сути О двух Блудных сыновьях Только один Классический Грешник А другой Тихий Омут Но в нем Там водится Не меньше Чего греха таить По дальнейшему Повествованию Там видно Прекрасно Что у него Такое Что даже Может у младших Такого и не сидело Вот Ну младший Конечно он там Чудил Он такой Очень харизматичный Знаете Хлопнул Зверью Все там Взял там Деньги Все там Направо Налево Все там Прогулял Значит Вот Но Возле свиного Корыта Оказавшись Этот человек Он пришел В себя Знаете Есть очень Хорошее Еврейское слово Тшува Тшува Оно тоже Есть корень Вот Сегодняшнего праздника Шува Знаете Тшува Это По-русски Покаяние Но У нас обычно В славянской культуре Православной культуре Покаяние обычно Ассоциируется Больше с эмоциями Вот Сожалениями о грехах Печали о грехах Вот так вот Скажу так Но На самом-то деле Печали о грехах Сожаления о грехах Об ошибках Своих Это лишь Один из ингредиентов Этого Большого блюда Одно из Если оно Взять вот его Только лишь одно Оно Оно убийственно Вот как Искариотский Иуда Он вкусил это одно Но Без остального И это его убило Знаете Вот По отдельности Вот все эти Вот эти компоненты Этого блюда Которого называем Покаянием По-русски А вообще Там еврейское слово Оригинальное Чува Там тоже есть Шувот Тоже есть Пятидесятница В корне Вот это Исчисление Потрясающее Там много всего В этом слове И вот Вот тот Человек Возле свиного корыта Он пришел в себя Что это? Это тоже Чува Это один из Вот этих элементов Пришел в себя Очухался Одумался Вспомнил Это уже Есть Покаяние Но слава Богу Он Знаете ли Не остался Возле свиного корыта С этими хрюшками Но даже если бы История на этом закончилась Даже если бы Вот на этом Оборвалась бы история Иисус сказал бы Вот он Очухался Вот пришел в себя Но поздно Пить боржом Вот как бы И в общем-то И там и помер Возле корыта Его даже Никто не хватился Свиньи его поели Как бы Ну как вот Знаете Вот такая печальная история Но даже если было бы так Все печально То Все равно Это была бы Чува Это было бы покаяние Все равно Потому что Первое самое важное Прийти в себя Не просто прийти к Богу Даже А прийти в себя Это есть покаяние Но братья и сестры Он действительно Он стал дальше думать Покаяние Это начать думать Дьявол делает что? Враг делает что? Он просто-напросто Убивает в человеке Вот то Мы же называемся даже В конце концов Как Гомо сапиенс Но Гомо-то понятно А дальше У многих проблема Потому что Вот Насчет разумности С этим На самом-то деле Положу руку на сердце В человеческом Вроде большая проблема До сих пор Даже в наш век Век Пожалуйста бы интернета Да Век там Просвещения Реформация Дамы и господа Братья и сестры Она делает великое чудо Заставляет человека Думать своей головой Осознавать персональную Ответственность перед Богом Думать Этот процесс Благословеннейший Друзья Дьявол хочет Всячески Это убить в человеке Но Бог Это хочет Воскресить Мы умные Мы благословенные И вот это выражение Старое такое То что умный Самый Это не по нас Мы действительно Самые умные Это неплохо Будем умновать Это не проклятие Это благословение Аминь Аминь И друзья И Бог Благословляет Но я не буду Подробно рассказывать Сейчас Но я знаю историю Когда человек Превратился в овощ Даже не одну Такую историю Но одну историю Я пощупал За руку За одежду То есть Лично познакомился И посмотрел в глаза Вот этому чуду У нас в церкви был брат Значит Сейчас он просто Ну Будем так говорить Ну В служении В служении Тоже Так вот Он был овощью То есть Он был наркоманом И Он кололся еще тогда Когда еще официально Не было даже наркомании В СССР Не было наркомании Вот И кстати Даже Мои некоторые товарищи Тогда Здесь Кстати В Ленинграде Героинщики Но официально Их не могли привлечь Потому что Они Не было у нас в СССР Просто наркомании И все Вот А художники Да Хорошие художники Мне очень жалко было Честно говоря Видеть А потом и наблюдать Их кончину Некоторых из них Жалко очень Но Там талантливые люди Погибали Вот Но А вот тот Значит Брат Значит Наш Он Был тогда как раз Героинщиком Значит А потом уже Падение Союза И Он вначале кололся С богатыми Потом С бедными Потом уже В подвалах То есть жизнь Его вот так вот Пошла И Значит И он превратился В овощи Он стал болеть Значит И у него Значит Мозг потерял Вообще свою форму В голове был кисель Вот так вот Объясняли Вот И это Десятки Проверок Значит Он вначале В животное Провратился Потом в овощ И его кололи Какими-то препаратами Это было в Мариуполе Если точнее Вот И потом Я расскажу Историю такую Что в кино Такого не увидишь В реальной жизни Бывает такое Что в кино Такого не увидишь В тот год Просто Я начинал Как раз С ЦЭКов Тогда Очень много людей Умирало От наркотиков И Врачи Я не хочу О всех говорить Плохо Но очень многие люди К сожалению Белая халата Имеют черная совесть Очень много Кстати Мартин Лютер Кинг Вот интересно Ему говорили порой Ты мол Ну там По-русски Как черномазый Вот мол Ты мол Ты мол Черный Черномазый О чем ты светлым Можешь говорить Представь Ну так вот Специально Поиздеваться Знаете ли Но Он очень хорошо Говорил Эти слова Стали вот Ну просто Вошли В золотой фонд Христианское Полоедский Может так выразиться Он отвечал Таким образом И его Соратники И белые И черные Кто были в церкви Все ахнули Это надо записать Точно Он сказал так Да У меня черная кожа Я черномазый Но У меня белое сердце Омытой кровью Иисуса Христа Но я знаю Многих белых Говорит У которых Черные Черные сердца Которые Не омытой Кровью Христа И все И все Змолчали Враги Смолкли А друзья Да Это право На самом деле Вот Там и господа И вот И вот И вот К сожалению Люди В белых халатах Но с черной Совестью Развозили Вот этих Умирающих Многие Из которых Были Просто превращены В животные Уже Этим грехом Или же Даже Как вот тот Олег Просто Уже В овощи Развозили По домам Чтобы они умирали Там где-то По подвалам И Конечно Ему там Родственники Не открыли Этому наркоману Его Телу Вот И врачи Оставили его Просто Возле мусорки Ну Многэтажный Дом Такой И вот Здесь парады Называют Да Вот Возле парадов Там Мусорка Такая И вот Возле нее Положили На простыне Его В одном Нижнем И уехали Вот То есть Ему оставалось Жить Какие-то Может часы От силы Никому не нужен Кусок мяса Овощ Вот Такая Судьба Человека Он Был Как Толстый Негр Потому Что Он Распух У него Там Еще Я Объяснил У него Кости Были Гнилые И у него Всякие Гепатиты Были Кроме Того Что Мозги У него Пропали Стали Киселем И у него Было Заражение Ему Переливание Кровь Что-то Не Помогало И вот Последнее Он Стал Весь Распух И черный Был Вот И там Что-то Небельмесо Что-то У себя Возле Мусорки Говорит Пытается Что-то Изобразить Из себя Мычать Что-то И вот Слава Богу Там Как раз Были Две Церкви Я Приезжал Проповедовал В этих Церквях Просто Вот Такие Молодежь И в основном Бывшие Наркоманы Алкоголики Тунеадцы Сутенеры Бандиты Там Прославление Всевдоколков Таких Думаю В прежней жизни Так В темном Переулочке Не хотел Такое Прославление Но Братья Покаялись Там Такие Чудеса У многих И там Бывшая Варочная Квартира Была Наркоманская Притон Какой-то Без дверей Там Все Постоянно Можно было Зайти В любое Время И справиться Свои нужды Какие-то И Представьте И там Началось Пробуждение Местечков Такое Вот Этого Масштаба Этого Квартирой Вот Значит Там Молитва И днем и ночью Приходили Там Волокли Туда Всех Хромы Коцелис Всяких И вот Представьте Возле Мусорки Подобрали Это тело Но Думали Что он Жить не жил Было видно Но Пусть Хотя бы Умрет по-человечески Хотели Помолиться Чтобы он Хотя бы Что-то Произнес Покаялся Как-то И Хотя бы На небо Пошел То есть Даже Не потом Мы Рюкальские Братья Рассказывали Мы с ним Общались Долго Потом Много Раз Они у нас В церкви Потом Были Они Признавались Честно Что У нас Мы Всякое Видели Но Веры Не было Что он Выживет Но Что Уйдет Хотя бы На небо В Эта Вера И Приволокли Его На квартиру И молятся И На там На квартире Начались Первые чудеса Не в церкви А там На квартире Первые чудеса Начались Он пришел В себя Первое Но Может Не до конца Конечно Но Стал Соображать Хотя бы Ему Объяснили По чем Фунт Виха Объяснили Что Ты вот Жить не жил И сейчас В ад Знаете Ну Знаешь Ну Хотя бы Поври По-человечески Примирись Богом Бог любит Себя Отдал Сына Своего Напрасно Объяснили Ему На пальцах Все Евангелие Он Как-то Выразил Своё Согласие Помолился С ними Ну Как Помолился Ну Вроде Кивает Соглашается Вроде Что-то Это было Уже Чудо А потом Когда Так интересно Когда молитвенно Закончилось У них Собрание Ну Они Постоянное Собрание Помолились Попили Чайку И снова Молятся И Интересно Видят А он Не помер Глазами Моргает Что Реанирует Как-то На них Они Давай ему Дальше Рассказывать Ну Вообще Думаю Тебе Брат Не все Рассказали Пол Правда А вся Правда В том Что Не только Твои Грехи Взял На себя Христос Вообще Даже И болезни И немощи Он взял На себя Вот И ему Объяснили И он Ухватился Как утопающий За соломинку Но Слава Богу За правильную Соломинку Не за соломинку А за самого Господа Иисуса Христа Одним Словом Я могу Сейчас быть Не точным Уже Запамятовал Но Два Или Три Месяца Наверное Думаю Прошло С того Времени Это Уже Потом Церкви Молились За него И не раз Там Молились Там Поначалу Он Выглядел Страшно Честно Говоря Но Последствием Что Был Раньше Это Было Вообще Земля И небо Особенно Те Кто Волокли Его Они Говорят Вообще Другой Как будто Другой Человек Так вот Но что интересно Через Там Два Три Месяца Он На Своих Двоих Не Черный Толстый Негов Нет Он Нормальный Бедный Нормальный Человек Пришел На Своих Двоих За Справками О Трудоустройстве Потому что Там Была Адаптация И Трудоустраивали Одним Словом Там Младшиный Персонал В обморок Так И Бросат Ну Да Это Могиль Уже Представляете А он Пришел За Справками Его Конечно Проверяли А Еще Потом А что Он Объясняет Что Я Покрался Теперь Верующий Думаю Все Верующие Весы Верующие Он Объяснил Что Я Праведный Верующий Да Значит И Проверяли Всячески Потом Футболили Его Там Несколько Городов Его Футболили К сожалению И другие Врачи Тоже Белых Халатах Но Имели Черную Совесть Отказывались Подписывать Ему Очевидные Документы Очевидность Была Слишком Невероятная У Него Были Новые Мозги И В конце Комсов Професс В столице Подписал И Он Даже Сказал Ну Я Уже Знаю Со Слов Мне Передали Он Сказал Так Тем Кто Был Возле Него Что Пусть Даже Смеются Но Я Подпишу Этот Такой Документ Что У Него Новый Головной Мозг Потому Что Прежнего У Него Не Было Уже Все А Это Здоровый Головной Мозг Без Повреждений Плюс Еще Никаких Гепатитов Нет Кости Здоровые Кровь Здоровая Знаете Друзья Когда Мы Как Раз Были Еще Другие Братья Приехали С Других Церквей Как Я Помню И Попросили Попросились Вместе С нами Мы Пошли На Экскурсию В Лавру Там Семинаристы Выходили Как Раз И Первый Класс И мы С ними Начали Так Общаться Вот И Они Там А у Нас В Квартире Газ А из Нашего Окна Там Что Видно Но Знаете Стали Говорить Вот Наша Вера Истинная Стали Доказывать Что Они Почитали Что Мы Как Сектанты Не Ладно Но Они Стали Доказывать Вот Идите В наш Патриархат В нашу Юрисдикцию У нас Правильная У вас Как Неправильная И Вот И Как Подтверждение Знаете Что Они Говорят А Вот Говорят Так У Нас Мощи Покойники Некоторые Не гниют Много Столетий Или Частично Разлагаются Вот Икона Плачет На Пасху В Иерусалиме Огонь Сходит Думаю Что За Бред Люди Чем Голова Забита Но Я Понимаете Я Понимал Этих Ребят Братьев Почему Потому Что До 1996 Года Этим Жа Самым Была Забита Моя Голова Я Прекрасно Понимал Они Еще Даже Орта Не Открыты Один Из них Лидер Какой Неформальный Он Апостом Масли И Когда Он Все Это Говорил Другие Говорили Что Я Рассказал Про Брата Он Под Поддак Его Там Другие Мариупольские Братья Пришли Они Тоже Рассказали Кое Что Пару Страшинок Таких Поменьше Но Тоже Таких Значимых Я Сказал Тем Братям Семиналистам Братья Братья Слушайте Если Б В моей Церкви В храме Служу Если В моем Храме Не Просто Отдельно Членов Церкви После Смерти Не Разлагались А Была Целая Галерея При Храм Целая Галерея Бывшая Членов Церкви Много Мощей Мощная Церковь И Даже Если Однажды В году На Пасху Сходил Огонь А Каждое Служение Сходил Вещественный Осязаемый Огонь Я Говорю Для Меня Это Было Меньшим Чудом Чем Вот Это Одно Но Правдашное Настоящее Не по Нарошку А Истинное И Знаете Слава Богу Семинаристы Согласились Эти Ребята Согласились Согласились Но Вслух Они Это Мало Что Выразили Но Сфоры Прикатили И Было Видно По их Уже Красивым Лицам Знаете Когда Бог Касается Людей Это Прекрасно Они Согласились С тем Что Действительно Это Правдашное Пусть даже Это Нам Не Задавали Это Мы Не Проходили Но Это Правдашное Это Истинное Это Не Понарошку Чудо И Дамы и Господа Бог Совершает Действительно Настоящее Чудо И Каждый Покаявшийся Грешник Друзья Каждый Исцеленный Больной Каждый Освобожденный От Бесов Человек Это Как будто Мы Еще Опять Земли Отвоеванную Царство Тьмы Царство Света Перешедшее Это Великий Исход Великий Выход Из Рабства Только Тогда Был Моисей А Сейчас Иисус Христос Тогда Он Пророк Моисей И Те Кто Поверили Ему Его Посланничество И пошли За ним За Господом Из Египта Они Были Спасены Но Те Кто Не Поверили Ну Кровь И И Сейчас Друзья Бог Всех Спас Он За Всех Свою Жизнь Отдал Господь Доказал Ко всему Роду Людскому Свою Любовь Свою Серьезность Вообще Своих Намерений Своих Отношений Отдав Своего Сына Единородного За нас Он Примирился Первым Примиряется Первым Чаще Всего Самый Виновный Как раз Жизнь Показывает А Самый Сильный И тот Кто И Бог Действительно Он-то Не виноватый Но Он Первым Примирился С нами Примирился И протянул Свою Руку И Блажен Тот Кто Не будет Гордиться Кто Не будет Закрываться От него А протянет Ему Свою Руку И Согласится И Примир Это Божье Прощение Братья Сестры Сегодня Говорилось Уже Что Пятидесят Несешь Вот Это Ну да Церковная Традиция Православной Попозже Это все Из-за Антисемитизма Многовековой Проблем Таких У нас Все сдвигается Ну как бы Чтобы не занос Евреями Подальше От них От греха Подальше От Библии Подальше К сожалению Вот так вот Думали На зло Евреям сделаем А на зло Лишь себе Только Лишь понаделали Проблем Но ладно Лучше поздно Чем никогда Как говорится Вот Но вообще Вот если брать Библейский Вот сегодня Этот праздник Но Я Скажу Следующее Что Не само Даже рождение Церкви А ее Обличение Свыше Силою Произошло Именно в этот день Само рождение Все таки Это в крови Это в боли Это в страданиях В муках Мессии В муках Самого Христа На крови Христа В крови Его святой И каждый рожденный Свыше человек Свое духовное возрождение Связано Эти два тысячелетия С кровью Голговскими страданиями Иисуса Христа И для нас Это самая величайшая ценность Кровь Иисуса Христа Самая величайшая ценность Во вселенной Друзья Некоторые Про памятники Я уже не раз Такое слышал Говорили так Очень красиво Что в одной капле Крови Иисуса Христа Больше силы Чем Как-то В грехе всего мира Или там Или чем-то еще Всего мира В проблемах Всего мира Один из православных Древних еще отцов Ифрем Сирин А пока я никогда Рассказывал Ну своим там Людям Он говорил так Представь Друг говорит У тебя на рукав На ладони Горсть песка А перед тобой Море Ну там Средиземное у них Вот И ты берешь этот песок Горсть песка И бросаешь от себя В это море Ну что-то для моря Это горсть песка Ничто Вот так же Все твои грехи Для Господа Бога И для Его милосердия Но Говорит Его милосердие Больше чем это море А все твои грехи Даже мыслимо Немыслимо Меньше чем Это горсть песка Только не держи А то убьет тебя Бросит от себя Аминь И удивительная история Покаяния Чувы Блудный сын Вот я говорил Он встал Потом Он не только обдумал Весь план Вот с понедельника Начну Он действительно Встал однажды И пошел И вот Когда он был еще далеко Отец его увидел Издали Наш отец Любящий наш Папа наш Папочка Ава Отчим Ава Есть Авину Имя Авину Авину Это отец Авину Многие еврейские молитвы И до нашей эры Во времена Христа Они имели вот эти выражения Авину Малкейнум Шеба Шамаин То есть Отец наш Который на небесах Авину Обращались Многие поколения евреев Обращаются К Богу Авраама Исаака Иакова Это много и радостных И печальных Песен еврейских Обращение к Богу Как к своему отцу Но Дух Святой Который поселяется В человеке Он взывает Не только Авину Но еще Аба 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 Значит папочка Папуленька Папенька Так Никогда раньше Не помнились евреи Хотя есть такие выражения Есть песни современные Есть Аба Спасибо тебе Господь И самое великое таинство Друзья Это то что Христос в нас И вот отец Он увидев сына Он не стал укорять Сегодня хороший пример Пастор привел О еврейской культуре Воспитания Я очень Богу благодарен За это Многое Вот сейчас Юбилейный мой год 50-й год моей жизни Но Я очень Богу благодарен Что В детстве Я не мог понять Это почему Почему в других семьях Там Мамы Папы Обзывают Своих детей Я плакал от этого Я помню Плакал Когда вот Слышал подобное И когда приходил домой Я слышал Только хорошее И мамы И папа Всегда хвалили Я не видел разницы Ну как бы Ну не то что не видел разницы Я не понимал Вот это разница Сейчас прошло время Вот Уже внук растет И сейчас я Стал понимать лучше Что это Это правильно Именно вот так надо Хвалить И Бог Так поступает с нами Он с нами поступает Как с детьми возлюбленными Это правда Он любит нас Он любит нас Хотя по-человечески Поро кажется За что Действительно за что За все хорошее За все За все Спасибо тебе Господь И вот отец Он Обнял сына своего И Сын только было начал Ну наше человеческое Старое Вот Я не достоин Ну как вот Знаете такое Поведение Типичное такое Падшего человека Падшего сознания Это еще Не Совсем Это Не Гому Сапиенс Это еще Гому Религар Еще Чех религиозный Еще Но слава Богу Когда он уже в доме отца На нем На нем Хорошая одежда Перстень Там такой Они просто там Сферси заказали Там что-то Они там такой пир сделали Закатили на весь мир Знаете Они сидят там Вот это да Вот Пир на весь мир Вот Шува еврейское покаяние Это еще и принятие Обласкание Принятие Это еще быть в доме отца Это тоже покаяние Потрясающе Вот со старшим проблемой Он даже не захотел Войти в дом отца Узнав Что там сын Отца Его брат И он сказал Что он хотел бы Там с друзьями С козленком Повеселиться Где-то На стороне Его мысли были Где-то там Не в доме отца И отец вышел И он уговаривал На этом заканчивается Эта притча Ну Нет такого полного Хэппиэнда Если бы я писал Эту притчу Я бы сказал Ну все-таки Я Ну старше Поломался Поломался И зашел все-таки В дом Эни там Жили долго И счастливо Но Библия рассказывает Некоторые другие вещи Которые Более реальные Там нет такого Это не мексиканский сериал Ну да Друзья Знаете Сегодня Бог Вот Говоря о своей реформации Божественной реформации О покаянии Нам Через слово Свои Через притчи Многие другие Не достанет часу Сейчас просто Обо всем этом Рассказывать Но поймите одно Запомните Самое важное Бог любит нас Тебя Меня Каждого из нас Он простил полностью С его стороны Никих проблем нет Он простил полностью Мы себя не можем прощать Мы друг друга не можем прощать Сами себя не можем прощать Учимся этому всю жизнь Порой Но С его стороны Таких проблем нет Абсолютно Он полностью простил В 12,5 лет Я пережил смерть Я знаю Что такое умирать Я знаю Что такое быть Пред Богом Моя жизнь Верующего человека Началась не с теории А с практики Поэтому я Подзанавес Расскажу Что у меня было так Я до момента смерти Не знал вообще Что Бог существует Моя еврейская семья По отцу Я еврей Они отреклись От своего еврейства Они считали это Проклятим К сожалению Несчастьем В своей семье И старались Забыть все Накрепко Крепко-накрепко По матери Я татарин Мама моя Из большой Мусульманской семьи Но опять-таки В советское время Когда я жил И чаще всего Большая часть Моих родственников Это Мусульманская семья Моя И мой дедушка Гали Ахмед И бабушка Моя Минбану Они были Классическими Татарскими Такими Родителями Воспитавшими Большую семью Огромную семью И Дедушка мой Обвязал всех У нас Татарских И еврейских Мальчиков И очень такой был Уважаемый человек Но Опять-таки Ничего о Боге Ни о мусульманской теории Ни о еврейской теории Я не слыхивал Вообще До 12,5 лет Даже что Бог Вообще в природе существует Я не знал До момента смерти Я заболел И умер от пневмонии Двусторонние воспаления легких И поздно Похватились И не смогли спасти Оба легких Оттекли И констатировали Мою смерть То есть я умер От воспаления легких Вот так была Моя жизнь Окончена Первая часть Моей жизни Но Это было во благо Для меня Вот сейчас Я перед вами Живой и здоровый Но что произошло Тогда Я пережил С Богом встречу Я знал Что Бог есть Узнал Там Сразу Знаете Это Вот сейчас Допустим Век информатики Век интернета Вот Телефон включаешь Допустим Он обновляется Допустим Сразу У меня андроид Обновляется Сразу Вот И Слушайте Попадая туда Интернет отдыхает Там Такой объем Сразу обновления Ты сразу все знаешь Одним словом Состояние То описать Мое Это понимание Тебя понимает Ты понимаешь Я мысль Не как там Ну Почти 13-летний паренек Нет Я мыслил Я все понимал Я знал Что это Бог Кто мне сказал Я как-то сразу Знал Что это Бог И он такой Хороший Ничего плохого Не могу Нему сказать И не благонаря Христианской теории Сейчас я там уже Подкован Христианской теории И частично Мусульманской И маудейской Но Но При всем уважении Ко всем религиозным теориям Практика Намного лучше Ну Помрете Сами поймете Но Не спешите У нас Здесь на земле Столько много Хорошего Вы не поверите Большинство людей Даже этого не понимают Сколько здесь много Хорошего Большинство людей Даже верующих К сожалению Не понимают Сколько много Хорошего Здесь Бог нам Приготовил Всего Удивительно И Друзья Но скажу одно Что он был очень добр Ко мне Я Опять таки Тоже мысли такие Но там Нет такого Чтобы одно подумал Другой сказал Там наверное Политики будут Самые несчастные люди Там нельзя Одно подумать Другой сказать Третий сделать Там ты вот Как облупленный Как на ладони И Я казался себе Самым плохим мальчиком Что жил на земле Мне так казалось Вообще Хуже никого не было Мне так казалось Хотя чисто по-человечески Все нормально Хорошо было Но когда Пред ним То совсем другая картина Вообще И И вот вопрос За что он любит Но это вопрос Он тут же улетучился Почему? Потому что Он просто любит Глаза Мама Папа Вот все доброе Что я знал Даже Простите Если кто Понимает Не понимает Но Кто любит собак Те понимают Глаза моей собаки Которая у меня была раньше Тогда она уже была Вверхла уже Вот Была у меня собака Большая собака И Она меня так любила В моей семье Меня как-то все время выделяло Даже родители были удивлены Всегда И На меня все время Так смотрела И облизывала Меня часто Радовалась Любому моменту Когда я на нее Внимание обращал Вот Я понимал Она так смотрит на меня Вот даже Скажи Жизнь отдать Она Отдаст И даже Не спросят Почему За что И что Мне с тобой будет Вот она Реально И Понимаете Даже ее глаза По сравнению с тем Что там Даже ее глаза Они Ну Растворились В этом все Вот Это такая любовь Не передать Это я потом уже Теперь я уже знаю Что он действительно Даже Его просить не надо было Он сам отдал Свою жизнь за нас Вот это я сейчас Знаю Сейчас Тогда же ничего не знал Вот Но Знаете Он вернул меня в жизнь И я воскрес И плюс еще Был еще Бонус такой Удивительный Я был исцелен Что такое умереть От того Чтобы оба легких Оттекли А когда вернулся Оба легких Чисты Знаете Ни хрипов Ни свистов Ничего Я дышал ровно Ничего не болело Вот Попытался объяснить Маме Папе Мама была напугана Ужасно Мама была напугана Думала Что у меня Какая галлюцинация Была Там что-то еще Значит И я понял Лучше молчать Это я еще не все рассказал Тогда еще Да Ну ладно Все-таки Будал мудрость Не все рассказывать Вот Сразу По крайней мере Потом уже прошли годы Я стал Некоторые вещи И говорить родителям Слава Богу Мои мама и папа Они вот перед смертью Они примирились с Богом И папа Ушел в вечность Примиренным с Богом И мама Вот Но Знаете Друзья Я скажу Что Сегодня У нас Наверное Уже и времени Это час уже Нет Но Да Пора и через Знать уже Но Я хочу завершить Чем Бог Любит нас И Он не просто Любит нас Он доказал К нам свою любовь Сомневаться Грех Нельзя Вообще Сомневаться Даже Ведь Ни тени сомнений Он доказал На кресте Это очень серьезно Потом Это свою любовь Назливает на всех Не просто Отдельные категории граждан Отдельные религии Традиции Конфессии Нет На всех На все человечество И не просто На все человечество По большому счету Не будем эгоистами Бог любит все Он художник Мы думаем Птенцы вор На что они там Раскричались А в Библии Говорится Они взывают К нему Деревья А от чего Деревья качаются Я в детстве Задавал такой вопрос Тоже Теперь я взрослый Я знаю Они рукоплещут Богу Я теперь знаю Это правда Это истина Да Можно объяснить Это физикой Можно объяснить Это чем угодно Но Это будет лишь Как допустим Сегодня благоставляли Значит У нас называется это Обручение Обручение А так это Помолвка Помолвка А потом венчание Или же там Брак С мать Вот Так что я очень люблю венчать Поэтому я С удовольствием Повенчаю Нет Потому что это Одно из моих любимых Таинств Даже когда был традиционным Священником Священником Я Ну конечно Я все совершал Что надо было совершать Но Особенно любил Венчание Всегда Особенно любил Это потому что Таинство По отношению К Христу И к Церкви Это И вообще В этом Жизнь Жизнь Знаете Это потрясающе Жизнь любит нас А мы любим жизнь Жизнь наша Сам Господь Если Правильно сказать И Дамы и господа Братья и сестры В этом временном Сейчас Пространство Измерение Безвременное И выше Спасибо Спасибо Господь За Это Спасибо 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 Благостави народ Своим миром Своим шаломом Благостави И Покажи Как ты любишь нас Ты каждому Это Из нас С при великим Удовольствием Показываешь Являешь Через Какие-то Малые вещи Большие Спасибо Спасибо И пусть Каждый Верующий Каждый Из нас Будет Посладником От имени Христа Провозглашающим Великое Примирение С тобой Потому что Ты Примирил Собою Во Христе Весь этот Мир И Вся тварь Стенает И мучается Весь Человеческий Род Животный Мир Растительный Все Стенает И мучается И тьма Сгущается И муки Все Больше И схватки Как перед родами Ты объяснял Это Господь Ученикам Своим Это будет Как схватки Перед родами Они будут Учищаться И это не Рассосется Уже Это Принем К завершению И будет Новая земля Если для Немерующих Это Это конец То Для верующих Это лишь Начало Это Жизнь И женщина Когда родит Не помнит Этой всего Этой скорби От радости Потому что родился Человек Жизнь Боже Не стесняйся Я сам Себе говорю Часто бывает Стесняюсь Было побуждение Много раз За кого-то Помолиться А потом думаю А вот оно мне надо А что люди скажут А вроде Не вместо Вроде спешу Что-то еще А потом Локти кусаю Думаешь В этом уже Пред Богом Ну Сплоховал Опозорился А когда Помолился И вроде Нету сразу Эффекта Думаешь Вроде Как тоже Опозорился Ничего Не беда Молись Исцеляй Больных Прокажу Нах Очищай Мертвых Воскрешай Бог совершает Через нас Своё Пробуждение И Когда Иисус Уходил Он сказал Кто будет Веровать И крестится Спасен будет Кто не будет веровать Осужден будет Друзья Конечно Здесь говорится В какой-то мере И о водном крещении Безусловно В какой-то лишь мере Но В контексте всего Говорится По-русски Сейчас объясняю вам следующее Со старогреческого Скорья Спасибо Опять-таки покойным уже Царству Небесному Януарю Очень хорошо Объяснял Это Буквально С греческого Совское Это можно перевести Так Кто поверит В меня Примет Меня Там У веры Как Им на принятие И Погрузится в меня В мою любовь И примет меня Растворится во мне А я в нем Будет жить Потому что Баптизу Кстати использовалась Во времена Нового Завета Для описания Соления огурчиков Любите Даже не нужно Хозяйки Там Соли Специально Сливенегрет Готовят Просто берут Лиску Соленых Соленых Огурцов Нарезают Их Все И блюдо Соленое И вкусно Хорошо Будьте Здоровы И Действительно Нет На самом деле Бог Хочет Чтобы мы Просолились Им Им Пусть Винегрете Северо-запада И здесь В частности В Петербурге Будет Много Соленых Соленых Огурцов Немало Соленых Соленых Огурцов Так что Товарищи А так вот За что требуется Первое Главное Запугать Не дергайся И все В этом Вторая Запугать Вот И пусть Бог Нас Благословит Отец Благослови Народ Своим Миром Помолимся Друзья Благослови Своим Шаломом Отец Отец Аба Оче Папочка Бог Ямреха Хагонай Бэйшмаре Благослови Благослови Тебя Господь Сохранит Тебя Пусть Соль Господа Его Дух Его Свет Он В нас Верующих Вглубь Самого В естество Самое Проникнет И Никакой Немалосол Пусть Весен Божий Рассол Он В Тебя Проник И Ты Уже От Своих Сорудищ Поглядки С Кем Рос Раньше И Запахом И Вкусом И Цветом Всем Ты Уже Часть Рассола Ты Уже Часть Этого Божественного Плана Божественного Мира Боже Благослови Во имя Христа Спасибо Спасибо Абва Отче И Пусть Господь Судьба Каждый Из нас Когда мы Вечности Будем Божем Пусть Прославится Твое Имя И то Что мы В этой Земной Жизни Осоляли Боже Прекрасный Урожай За кроват Твоей Потому Что ты Хочешь Чтобы Все Приспаслись И Насигли Познание Истины Ибо Един Бог Ты И Един Посредник Между Тобою Богом Святым И Всеми Страдавшимся Человечеством Человек Христос Иисус Предавший Себя Для Искупления Всех Аплодисменты Отцу Сыну Аплодисменты 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 Аплодисменты